История создания особой экономической зоны у нас началась 18 мая 2015 года, после встречи Вадима Владимировича Потомского с президентом Путина. Естественно, президент поддержал это решение губернатора и дальше мы создали рабочую группу у себя в области. Рабочую группу возглавляет губернатор. Я как заместитель этой рабочей группы еженедельно докладываю, каждую субботу докладываю губернатору о том, что мы сделали за неделю и перспективы на следующую неделю, то есть план работы. Мы специально выбирали этот участок для того, чтобы жители города могли, чтобы им было удобно добираться до места работы. То есть это 20 километров от города. Это раз. Во-вторых, что мы сегодня сделали, это мы определились, что мы встречались с губернатором, с президентом Бинбанковым, Михаилом Шишкановым. Мы сейчас юридически готовим этот документ. Соглашение будет подписывать губернатор и президент Бинбанк о том, что генеральным банком особой экономической зоны у нас сегодня мы определили это Бинбанк. Во-вторых, в Сочи на экономическом форуме губернатор встречался с АФК-системой, это Евтушенко. Проговорили очень серьезные вопросы по привлечению их в нашу особую экономическую зону. Сейчас они готовят для губернатора такую тоже дорожную карту, программу, что они хотят делать. Сейчас новая какая-то очень интересная тема пошла. Нам ее предложил Милявский. Это найти одного крупного резидента, который на территории особой экономической зоны будет строить комплексы, промышленный комплекс. И далее сдавать его в аренду. Мы посчитали, у нас получается даже на нашей территории 500 гектаров земли, получается полтора миллиона квадратных метров промышленных объектов. Это такие ангары специальные, под любое производство. И поэтапно по 500 тысяч метров они будут строить. Строить дали. Мы встречались, проводили очень интересные переговоры тоже по Катар, Саудовской Аравии, Турции, Корее, Китая. Заинтересованы. Сегодня, конечно, в нынешней экономической ситуации очень сложно найти таких якорных инвесторов с Европы. Но зато у нас хорошие есть отношения с этими странами, и они сегодня готовы проходить субъект, так как логистика, вот 350-360 километров от Москвы, вокруг 45 миллионов населения. Это очень интересный такой проект получится у нас.